Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и еще три наших земляка вошли в новый состав Генерального совета партии «Единая Россия». Открытость, обновление и лидерство – такой курс единороссы утвердили на 18-м Всероссийском съезде партии в Москве. Тему продолжит Андрей Баев. Больше четырех тысяч участников и экспертов, тысяча с лишним аккредитованных журналистов. Партия власти, а у «Единой России» большинство в парламентах и администрациях всех регионов страны взяла курс на обновление. В каждой делегации как уже опытные единороссы, так и еще совсем молодые партийцы. Не исключение и делегация Новосибирской области. С полной ответственностью можно сказать, что съезд регионов, потому что здесь будут приниматься решения. Решения те, которые были выработаны в местных отделениях партии, в первичных отделениях партии, в рядовыми членами партии. В первый день делегаты обсуждают десятки партийных проектов, многие из которых стали национальными. Например, цифровизация. Единороссы уверены в социальной сети и в целом интернет должны помочь сделать партию народной. Было презентовано приложение, которое называется «Партия «Единая Россия». Ее можно скачать на телефоны и задать те вопросы, которые существуют у обычных людей». Человек, открыв партийный ресурс, может сразу же понять, где какой депутат, обратиться к нему непосредственно прямую и получить в течение определенного времени. Это время должно быть короткий ответ. Говорили и об этической стороне работы партийцев. Сегодня благодаря соцсетям любое высказывание может стать всенародным достоянием и перечеркнуть многие достижения. О том, чтобы следить за поведением, на съезде говорил и президент страны. Я прошу вас за этим самым тщательным образом следить. Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне. На самом верхнем и на самом нижнем, муниципальном. Потому что это, во-первых, вредно для страны. Это несправедливо в отношении людей. Крайне важно сверять с интересами и запросами людей все планы и действия. Внимательно и отзывчиво. По существу. По итогу съезда единороссы решают создать федеральную партийную комиссию, которая будет следить за выполнением этих правил. В нее войдут и два депутата Госдумы от Новосибирской области. Александр Карелин и Александр Жуков. Кроме того, впервые за историю регионального отделения в Генеральный совет партии вошли сразу четыре наших земляка. Губернатор Андрей Травников, замсекретаря по проектной работе Татьяна Есипова, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Александр Бормотов и секретарь первичного отделения в Колыванском районе глава Пехтовского сельсовета Анастасия Токарева. Увидеть свою фамилию в списках было очень неожиданно ново. Для меня это очень серьезный ответственный шаг, серьезное решение. Будем работать, продвигать свой регион, свою Новосибирскую область. Одно из ключевых решений съезда – грантовая поддержка общественно значимых проектов именно первичных отделений «Единой России». Это позволит быстрее и эффективнее решать вопросы и проблемы населения. Идет запрос на более тесный контакт с населением, с избирателем, чтобы решения принимались не в закрытых кабинетах, в режиме диалога ограниченного круга людей, а непосредственно в контакте с населением, с жителями, чтобы реально понимать те процессы, которые происходят на земле. Еще одно важное внутрипартийное новшество – оценка эффективности работы региональных отделений на основе отношения людей к партии. Делать это будут при помощи социологических исследований и медийной активности местных отделений. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.